Я назвала свое сегодняшнее выступление «Дивиденды. Новая реальность». Итак, если раньше мы с вами говорили о хороших дивидендных доходностях, величиной двухзначной дивидендной, то сейчас я вам покажу, что произошло на самом деле. За последние два года дивидендная ситуация на рынке акций, торгуемых на Московской бирже, значительно изменилась. Эти изменения можно охарактеризовать одной фразой, но сначала я покажу вам несколько слайдов, как это происходило. Я пришла на фондовый рынок за дивидендами, я пришла именно за дивидендами, я околорыночница дивидендная. В конце 2008 года и, соответственно, слежу за дивидендными доходностями уже более 12 лет. Мне нравится двузначная дивидендная доходности. Давайте посмотрим историю вопроса. Можно следующий. Это дивиденды за 2010 год. Как видите, за 2010 год можно было получить двузначные дивидендные доходности в интервале от 52 до 11% по 24 акциям. То есть можно было собрать хороший дивидендный портфель. Следующий. Следующие дивидендные доходности за 2011 год. Здесь можно было получить двузначные дивидендные доходности от 54% до 10% по 39 акциям. Тоже можно было собрать хороший портфель. По меркам фондового рынка это уже просто древность. Двигаемся к более современным цифрам. Следующие. Дивидендные доходности за 2015 год. Можно было получить двузначные доходности от 22 до 10% по 27 акциям. Смотрим следующий слайд. Еще ближе. Теперь слайд за 2018 год. Здесь уже нам понадобятся цифры, поэтому не графики. Можно было получить дивидендные доходности. Достаточно хорошие, тоже двухзначные, по 32 акциям. И, наконец, мы идем в тот год, в котором мы инвестируем сейчас. Это дивидендные доходности за 2020 год. То есть дивиденды, которые мы получаем в 2021 году и получали в течение 2020 года. Обратите внимание, все предыдущие примеры дивидендных доходностей, которые мы с вами смотрели на графиках и в таблицах, содержали свыше 20 акций с двузначной дивидендной доходности. И я решила, для того, чтобы выборка была хорошей, набрать хотя бы 20 акций с двузначной дивидендной доходностью за 2020 год. И хотя я очень старательно отбирала акции в эту таблицу, набрать у меня с двузначной дивидендной доходностью акции за 2020 год не получилось. Обратите внимание на эту таблицу. Грустно смотреть. А мне следующая нужна. Это 2018 год. Вот она. Смотрите, видите, вот она за 2020 год. Всего-навсего. Вот я выделила желтым полем то, что у нас двузначная дивидендная доходность за 2020 год. Смотрите, если по акции были выплачены промежуточные дивиденды, я включила их. Красный шрифт котировок – это уже прошло закрытие реестра, и котировка показана по закрытию реестра. Если шрифт черный, закрытие реестра еще не произошло, то есть дивидендная доходность под закрытие будет другой. Итак, я рассмотрела все дивидендные акции 2020 года, но двузначную дивидендную доходность показали только 8 акций. Выделила их желтым фоном. Из этих 8 акций – лен золото, обыкновенные, привилегированные. Вот эти, которые возглавляют список. И Сургутнефтегаз – это акции, которые все инвесторы понимают, что дивидендные доходности такие разовые. Что высока вероятность, что дивидендных доходностей таких больше не будет. Инвесторы это понимают, и только поэтому котировки на эти акции не такие уж высокие. Продолжение следует...